это со второго этажа у никиты павел делал выход вот пасека перед ним пасеках и поднимать чтоб колодки ведь все у него кронштейны наварено но падает на них дождь и тут гнет продолговать длинные все-таки доски ты решили отработка со всех сторон промазать вот мы на высоте на какой давай-ка я по ну ладно так что все ставь так ты теперь все стороны ставишься смотри-ка что подсовывать туда чтобы не два раза видишь там какая у него сваркой ну все двери закрываем давай с той стороны еще маленькой теперь это мешает все вставлять с володей так легко работаете что не только покажешь он уже перехватывает инициативу сегодня он выставил окна тут что было сейчас думаем переслать пол второй этаж пчелы были здесь и все сварено арматурой это опилка бетон называют из опилок и раствор с цементом мешают вот так вот здесь взял его доски доски здесь дюймов кого-то два сантиметра все это вот она и нажимаю все это прогибается мы решили заменить пол как раз у нас сороковка есть возили здесь с трубой сегодня вот идет вторая это снизу которая а это здесь печка на втором этаже я когда-то делал духовка все работает нормально посмотрели как уж дальше бог даст ну мы же ничего не знаем кто тут будет жить как но охота сделать так чтобы люди жили и благодарили бога видимость прекрасная далеко все видать здесь но теперь вот надо чтобы только все было утеплено больше ничего вода рядом колодец прямо ниже первого этажа в подвале вот она лестница 13 ступеней я ее делал когда-то все абсолютно вот это вот полукругом слуховое окно тоже делал ну как мог я все грубо делаю ну стараюсь проще чтобы было никакой шлифовки другой раз даже не струга на стекла тоже мне один раз я привез стекла где-то около ну я не знаю точности но около 15 тонн тонн даже рессоры повредились это уже говорил тут это заходишь как по лестнице а тут у меня голубятни голубятни было много голубей вот думаю везде прислать чтобы у никиты были голуби сегодня исааки я провел везде передаю им в свите чтобы они договаривались кто когда проведает голубей особенно опасно когда застывает вода и снега нет она приходить с кипятком и расстаивать так все молоди что можно открыть надо будет пододвинуть обязательно вот это подать надо топором сейчас я тебе дам топор подожди минутку там щель осталось городской житель разве он счета это будет делать он и не видел да и не знает ну не конечно кто-то знает работает на стройке то остальные все ждут яду поколотить надо то край да может быть щель это и уйдет давай поколоте и обтеши и маленько там эту гниль от и промажь а может быть доска даже и вылетит оттуда идет идет давай все все но теперь попробовать огни ли и там обруби не уронит опор обруби его пусть она будет уже но может быть она даже поддастся чтобы вытащить ее ты рубишь версу а вот отколи может быть отколоть от нее надо до новую поставить здесь она слишком широкая володя вот по эту щель разруби ее вот щель посередке то руб они ее и она сделается 2 зачем на такая широкая вот так его не уронить она уходит у тебя посмотри вот теперь эту часть вытащи и другую проверить хорошую оставить эту можно будет заменить если она гнилая гнилая значит она отжила свой век а мы поставим высокого качества сороковку у нас осталось вытащи посмотреть надо ее как она выглядит ну вот мне не нравится она как хочешь я не пожалею доску да и уши рани вниз а это позор обруби маленько подровняй крик и там чтобы никого не было вот так ну все подровняет а можем сейчас быстро сбегать отпилить даже от новой доске разрешу потому что это как бы теперь ну пчел поднимает она вроде как балкона все понятно да руки пока я пойду вниз а ты тут не опрокинься вообще удивительно деревня человек всему научается по ступеням пошел вот это добро бог благословляет трудах отныне в поте лица это все благословение когда я находился в тюрьме то вы выводит на прогулочный дворик наверху тюрьмы и там сверху решетка ну решетка периодическая там арматура горячих атомного профиля сверху все время наблюдают ходе часовые и вниз сталкивает снег окошко узкое такое и наклонишься другой раз то и видать вот я сошел и видать его логи там работает кто-то колит дрова ох как бы я поколол дрова думаешь вот я там шел и володя остался а вот она и доска володя доска то вот она и лежит идти не надо мы же притащили ее а ты эту то скинул доску то мерить но я занесу к тебе никита сегодня свободный ушел где-то с пчелами у матушки он там воркует еще ну тогда вытаскивай если можно и мы можем маленькой и это по и по этой доске мы замерим отмерим вот и все туда занеси а я сейчас приду и мы от меня отпилим вот не посмотрели вазут этот наш падал на колодке общила это не любит ну чел то нету но все равно мы не досмотрели маленькой потом не руби только рельсу а то топорами замучиться точить вручную все делаем вот теперь мы осмолили со всех сторон она не так будет подвержена гниению вот она чернота мы все удивляемся павел какой труженик это один он все делал сварено там сделано утепленной 1 а здесь у него корова кажется не одна две лошади овечки собачки кошки ты побежишь туда ну давай у тебя в печке там это иди с богом все пускай так и лежит мы сейчас придем он хлеб печет володя сейчас я до туда дойду все иди эти как он затопил печь у себя в доме то и надежда васильевна все время раз к нему может я у тебя пироги испеку ей русской пищи то нету а в русской пищи в духовке тоже разница большая вот как дом выглядит вот давай успеть надо сегодня поставить обязательно хоть в потемках вот мы идем мимо вот этого клуба травы а тут это все никитина павел приезжал посмотрел мы видим что тоскует сколько он делал здесь все это все вот это его это все сарай вот мы сколько идем это все длина его сарая и овечек он любит столько ну сын пастуха и сатана подкусил верующий все все винит кого-то от виновен кто-то где-то вот я он я был бы инженером и гнать и мне не дал а чего не дал я сказал в то время у нас в кочегарке покровском соборе города барнаула три кочегара все с высшим образованием заведующий поликлиникой завод школы еще какой-то знатный человек нигде больше места не было приехал амбросий юрасов сфотографировались мы и в этот же буквально день нам фотографии отдали а уже есть видимо шурик из кгб топтунете под окнами уже пришли расспрашивали кто этот с крестом никто не знает юрасов он очень известный такой город иваново женского там монастыря веденского кажется он настоятель боец но мы-то на глазах нас всех знают а кто это такой ну какая же советская власть была слабая даже мы сфотографировались и уже покоя не той как бы ее не свалили я стихотворение написал но и тоже в обед вину мне поставили написал памятники а стоит свою рота щелев по меду птиц подставил голый череп вождь атеистов сонми щают ну сказал я и что письма перехватили кому послал это были свидетели у них все издымает пленки под видом да разве эта власть если боится строчки какой-то я написал второе стихотворение клуб клуб там кинотеатр мир мир стоит громада камни и гранита культуры храм безбожия каньон не чистотой пьяная залита здесь старый мал российская элита глазеющая в прошлое свое но я там говорю припомните как вилл коварный ленин об этих душегубках предсказал и вот за эти строчки усыпились вилл в вавилоне пал пал вилл владимир вич ленин давай сколько он не крутился не знаю насколько это верно у него десятки или сотни может было разных псевдомимов осоза остановился на ленине ленин ленина лена ленин теперь говорят кто такой был ленин все это описывает чью фамилию он это взял почему чтобы исполнить в илл вилл пророчество и иеремии вилл вавилон вавилон это москва третий рим пал пал вавилон и вилл вавилоне вавилоне москва третий рим это пророчество и трясутся буквально ничего я об этом говорил как-то вызывает меня начальник в то время баллон не начальник еще тюрьмы по политоотделу город барнаул 17 дробь по 1 сизо это вы писали я мы вас гнаем здесь я гадака тоже в библии написано в библии ну наверно так и будет я никак не ожидал так у тебя русская то печь еще сделаешь то все дым уйдет да на тебя не набилишься голубчик а счета не открылся сразу виноват вишина кислорода не давал и сейчас она разгорается и сразу толкает туда пошла эти пока горит это уже все она взялась может бумажку подложить чуть-чуть русская печь но это подписчик оттуда выносит все туда маленький пододобок маленько чтобы не погасла и на надо и он заглушил сам раздувает пошло он не открыл русскую печь ждет то еще делать еще творишь старик а я не старик жаловаться некому на тебя батюшки нету поломничает как не уговаривали нет к серафимушки покатился сергию радонежскому что он там ищет не знаю а я считаю лучше благовествовать чем ездить по покойникам еще сделаешь они отжили свое оставили пример мужественного служения господу благовестниками миссионерами не были не тот не другой это пример-то половичатый но пошло сейчас мы с володя тут за задвинет и подальше вот отремонтировали печку и все завтра игорь едет может быть купят бандаж поставим трубу добавим у нас осталось четыре дня только через четыре дня мы уходим в барнаул сейчас через стекло покажу вот это домик это скворечник называется где я живу вот а тот на столбе прикрутили надо помыше поднять вот она где-то через стекло что тут спрашиваю тут комаря то сколько летает на тепло жмутся на стекле они море надежда васильна и площадка для детей тут они и будут играть тут они у меня гости приедут в этих комнатах так мы думаем говорят там родители не отдадут они уже сейчас записываются отсюда из-за границы так что мы ничего не потеряли от нынешний нападок нисколько нам никакого вреда не сделали мы за всех молимся отношения хорошие да сегодня мне сказали вина инвестиции за мои детей в первую очередь у православных учите так детей чтобы они там были свидетелями смотри володя мышка там в углу выскочила выскочила пробежала подожди кошку надо сюда кошку прямо так согнулась и пробежала кошку в уголке вот она подписчик зашла подписчик так ну-ка из подписчика это все стороны зайди маленькая шумнее оттуда побежала все ушла так что хлеб тут на минуту не оставляй еще считают надо тебе туда за загонять еще щурочки какие-то нагонять туда больше то она будет гореть а мы пойдем там доделаем сделаемся успеем сделать нет и надо подбросишься мне это ну ладно пошли все однако он говорит ногой открывал кабинета у министров такое теперь посадили его это вот дорожка из подкладок под рельсы вот такие богатые мы живем сколько у нас всего все пошли володя еще не и никита овечек погоняет а что-то с мешком идет не понял вдох овечек пригнали уже какой-то с мешком какой-то с мешком то ну пойди за соломой пришел я же мы говорил на погреб не это он же утром принес а то матушке помогает ну ладно пошли красота ну еще рановато он почему овечек так-то охрана пригнали а все сколько часов то двенадцать минут 7 сколько двенадцать минут 7 вот а рано почти на целый час это дело не пойдет так я подниму вопрос сразу чего ради овечки вполне могли еще там питаться